Ребятки, ну как вы поняли, мы продлили и решили остаться еще на одну ночь. Я уже говорил, что мы смотрим на состояние Настеньки. Если все нормик, то мы вот остаемся. Но скорее всего сегодня мы уже двинемся назад домой, так как нужно в клинику. Сегодня новый день. Сегодня облачно, вы можете заметить. Сегодня все-все вот так вот затянуто мелкими облаками. Они, конечно, совершенно не спасают от солнца. Еще сегодня ночью я проснулся от того, что море штормит. Поэтому сегодня сгиняем на пляж, естественно, и посмотрим, какое море. Вообще, вчера был штиль, и море вернулось в то состояние, в котором мы его привыкли видеть в Оленевке. Посмотрим, какое оно сегодня. Искупаемся. Если заработает моя камера, то мы поплаваем под водой. Снова рискнем. Я сегодня так долго спал, и мое утро началось вообще не с кофе. Я сразу пошел выносить мусор, так как накопилось два пакета. Закончилась техническая вода, я сразу пошел набирать техническую воду. И сразу пошел в третьей ходкой набирать уже питьевую воду. Вот вы часто спрашиваете, как набирать и где набирать питьевую воду. Вот в этом кемпинге есть питьевая вода. Один литр, четыре рубля. Плюс, после этого я пошел в туалет, потом немножко выдохнул, и понял, что нужно срочно нарублечь что-то на завтрак. И вот сейчас по традиционной с вами уже дороге мы двигаемся в магазин. Ну что, я по традиции, коротко о ценах в Оленивке. Смотрите, я купил вот такие печенья, купил молоко и купил колбасы. И все это вышло на 452 рубля. Ну, сами считайте, там совокупно дорого-недорого. Но ценники здесь гораздо выше, чем в принципе в Крыму и, естественно, чем на материке. А вообще, если вас обламывает ходить в магазины, и вы действительно приехали чисто отдохнуть, там долгожданный отпуск, то в принципе вот на вот этом пятачке, где магазин, можно решить все вопросы. Здесь три-четыре столовые, есть магазины, есть пивко, овощи, фрукты. Все продается на этом пятачке. На право идти, там уже морюшко. Так, ну что, все, завтрак почти готов, осталось заварить чайочек. Ты долго готовила, Настенька, колбасу? Не устала? Ты реально долго арбуз готовила? Не устала? Ну, а вы уже наелись, да, наверное, парни? Натаскались по чуть-чуть, да? По зернышку. И можно и не завтракать. Ну, про что я и говорил, видите, сколько водорослей. Накидало белых цвет моря возле берега. Не такой, как вообще всегда, но вон там вот подальше можете увидеть вот этот цвет моря, конечно, великолепный. Ну и сегодня в нем волна. Видите, сколько водорослей нам было? Ну, а покупаться обязательно пойдем. Ну, не пора, моя пошла уже. Так, еще, ребятки, на третий день у меня хорошая новость, потому что камера заработала. Начала видеть флешку. Я на нее даже уже сегодня поснимал. Раз, раз, раз. Пробуем, пробуем. Как слышно, а вот так, как слышно. Я этому, конечно, безумно рад, но нырять сегодня с ней не решился. Во-первых, водоросли не покажу вам, прям идеальный подводный мир. Ну и во-вторых, что-то пока стрёмненькое. Так, смотрите сцены в этой столовой. Решили все-таки в нее заглянуть. Но по качеству блюд сейчас расскажу. Бери, бери. Тут же карты. Так, ну что, смотрите, мы взяли 4 борща, хлеб и салат. У нас вышло все это на 490 рублей. Единственный минус в этом году, в этом заведении, то, что они перестали принимать карты. Я все хвалил Крыму, что везде-везде можно картами. В этом году они, видимо, поняли, как обходить. И просто во многих местах, где раньше были аппараты, их просто теперь нет. Слушайте, мы так отлично пообедали. Суп зашел на ура, учитывая, что мы здесь, по-моему, суп еще не ели. За весь наш такой мини-отпуск, мини-путешествие. Сейчас всей толпой с нашими новыми друзьями, соседями идем в магазин, купим детворе мороженое. И самое главное, нам нужен газ. Он у нас закончился. Заодно я посмотрю, сколько здесь палатки по цене. В том году было 120. В этот период я уже покупал 2 баллона. Мы их израсходовали в центре оленевки. Он был по 120. Ну, посмотрим, сколько стоит здесь. Так, ну что, смотрите, баллон купил. Цена неизменна. Также 120 рублей. Пожалуй, самое, что не очень приятное во всех путешествиях, это сборы. Поэтому нам сейчас предстоит собрать весь наш лагерь. Это, соответственно, туалет, палатка, столы, навесы, зонты. И все-все утрамбовать машину, попить чай и еще раз покупаться и отправиться домой. Мы идем на крайнее купание. Мам, пацаны идут. Идут там у Насенька. Сейчас заодно вам покажу вечернюю атмосферу. Сейчас время уже почти 6. Покажу, как здесь, в Оленевке, обстоят дела. Чай пьем и погнали. Песочек уже не такой горячий, но теплый. Опять волна. Штиля нету, к сожалению. Только единственный день был штиль. Скоро закат. На закате, видимо, мы поедем. Слизкие волны. Людей мало. Так что приезжайте в Оленевку. Тут безумно шикарно. Накупались. Теперь точно можно ехать. И Настенька правильно говорит. Что высиживать? Решили ехать, значит, надо ехать. Тем более мы здесь можем сидеть и месяц, и два. Это очень классное место, из которого реально не хочется уезжать. Но мы поедем. Я вот не знаю, кто что больше любит, но мне лично гораздо по кайфу палатки, которые очень быстро ставятся и очень быстро собираются. Я на установку этой палатки трачу 10 минут, на сбор этой палатки трачу 5 минут. Все, ребятки, остались отдыхать. К ним приехали еще друзья с Питера. А мы на закате выдвигаемся домой, в Краснодар. Может быть, немножечко вам покажу еще дорожечки. Посмотрим вместе с вами закат по дороге. Поехали, в общем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова